всем привет мои дорогие зрители подписчики и гости моего канала еще один обнаруженный цветонос и я хотела отдельно поговорить об этом растении так как я давненько его не показывала приобрела в августе месяце уже взрослым подросткам скажем так поскольку перед этим я два раза заказывала совсем крохотных совсем маленьких и они не выживали у меня сорт я бы не сказала что капризный но у него есть свои особенности я так понимаю и первое что было моим минусом то что растение неправильно выращивала но вот в августе месяце скорее всего помнят многие мои подписчики о том что я приобретала 30 августа по моему я еще смотрела пересматривала видео посылочку от лесси это инскрипция синенсис нам бай ненсис четвертый номер девочка выращивала его из фласки и так как он приехал ко мне во мхе мы с лессинка переписывались общались и я решила его ну так как было лето и хотелось чтобы растение не пересыхало оставили мы его во мхе муж тогда был в отъезде и было все замечательно до тех пор пока не похолодало как вы уже все прекрасно заметили том что он помазан фундазолом и была срочная спасалка скажем так скорая помощь ему так как похолодало резко и начал желтеть лист середины сейчас я покажу вот с этой стороны вот здесь вот был лист который сейчас снят он полностью пожелтел и было у основания самого листа на чешуйке тут был корешочек вот и вот здесь видите еще чуть-чуть осталась такая желтизна и вот здесь было проявление мокроты пятнышка и на другом листочке вот кусочек пятнышка видите мы по фундазолили все остальные листики замечательные то есть без всяких там повреждений я сейчас его переверну и покажу вот так вот что было видно вот листики все отличные с ним все нормально мы вовремя кинулись это уже муж как раз приехал домой и при очередном поливе он заметил что все хуже и хуже вот этот лист который я сняла в середине полностью пожелтел такой аж прям оранжевый станут темно желтеньким я его полностью сняла почистила чешуйку вот тут немножечко такие кривулячные были корешочки так и остались видите вот полузакукленные и он выдал вот видите внизу цветоносик виду того что я срочным образом его пересаживала и подсушивала потому что был перелив так как растение сидела во мхе и в горшочке не было боковых дырочек вот и от переувлажнения от перепалива началась такая беда я уже немножечко так расстроилась думаю ну все очередное растение сейчас загнул перед девочкой будет неудобно там сидела в таких расстройствах жутких просто и я его срочным образом решила пересадить думаю ладно будет будь что будет вот корни там были отличные там единственное один или два были наполовину такие вот коричневатые ну понятное дело от перелива я их срезала до живого наполовину сейчас даже не вижу где корешки вот один корешочек у нас виднеется вот так вот я поставлю чтобы корешки были видны собственно говоря у него уже настолько корни были сформированы и приняли форму горшочка что я их раздвинуть просто не смогла чтобы поместить их краю горшочка вот тут единственное что надпись наверное закрывая тут есть тоже корешки и я дала немножечко такой увлажненный субстрат как всегда кокосовые чипсы кора вот мог слегонца так чуть-чуть там чуть-чуть сам вот ну потому что растение сидела постоянно во мхе и его влажном субстрате поэтому чтобы резкого перепада не было в уходе и как девочка мне говорила что водой не балован вот чуть-чуть растение не захлебнулась я его немножечко при притянула скрепочка и вот зафиксировала чтобы цветонос не уходил в субстрат видите он как-то вниз пошел расти я его выровняла слегка и на тот момент второй точнее старый цветонос не собирался продлеваться на то на той стадии был вот такой усенький цветоносик и новый ну и виду того что я его пересадила он пережил стресс и видно еще из-за фундазола он притормозил свое развитие ну тут через недельку полторы вот муж очередной раз поливал растение и обнаружил вот такую-то нас радостную новость то есть я так полагаю что с растением все в порядке с корнями я уверена что там все отлично мы сейчас просушиваем его и посадила я его специально над субстратом чтобы наблюдать за шейкой и за корнями ну и вообще за растением в общем как она развивается нет ли дальнейших каких-то неприятностей собственно говоря пересажен он был две недели назад вот сегодня у нас 12 ноября 2018 года и за две недели и я заметила что больше никакой не проявляется ни желтизны не мог на нем укрых пятен каких-то или еще чего-то там виду того что включили батареи нам это даже вот как-то на руку наша спасал очка да вот и сейчас уже чересчур батареи греют и пересушивают воздух я набрал на подоконник поставила баночки с водой и на батарею вешал мокрую тряпочку половую она чистая новая только купленная в магазине была войлочная очень хорошо спасает в данный момент потому что у меня все практически все орхидеи с именно фаленопсис и начали выдавать цветоносы на некоторых уже формируются бутоны и недавно я обнаружила на фениксе своем один бутончик желтоватый ну я срочным образом поставила везде увлажнители местного производства как скажем домашнего и решила спасти все бутончики очень хочется ни единого бутончика не потерять и так как он ближе расположен батареи надо как-то их батареи прикрывать виду того что у нас подоконник полностью заставлен орхидеями сами фаленопсисами то уже его переставить просто нет возможности так как действительно живого места нет на подоконнике все все заставлено именно фаленопсисами с подставками и без вот то есть цветоносик я пенопласт убрала и какое-то время старый цветоносик был без пенопласта и вот он загнулся в горшочек у туда я его палочкой зубочисткой еле вытащила и подперла его вот камушками ракушками аленочка в группе даже восхитилась говорит ничего себе такая классная конструкция надо будет себе тоже так подпереть это такая маленькая хитрость мы выкручиваемся как можем да для того чтобы увидеть все-таки эту красоту и я уже вижу тут два бутончика наливаются третий еще под вопросом но я не скажу что это пышное цветение но очень очень долгожданное так как я его заказывала у лесси он был цветущий но девочка была в отъезде и он успел как раз это время отцвести я не расстраивалась потому что я знала что будущем у меня будет домашнее цветение и вот растение все-таки решила нас порадовать несмотря на то что с ним произошла маленькая неприятность мы вовремя среагировали и вот таким образом и выкрутились то есть несмотря на то что мы один лист потеряли да вот корешков практически мы ни одного не потеряли там я повторюсь еще раз что два корешка всего лишь на половину отрезала и посадила его при пересадке я обрабатывала его перекисью водорода и также вот профундазолила все места повреждения все 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 то есть ну вот один единственный листочек видите вот такой вот весь как шахматка идет видно что он начал желтеть и переживать стресс то есть коль растение было не балованным то вот так вот и еще хочу заметить то что это гибрид скрещенный с природником и поскольку природники они любят больше попить больше солнца больше всего всего побольше вот не стоит забывать о том что все таки нельзя такие растения пересушивать но у меня я столкнулась такой проблемой что вынуждена пришлось несколько дней выдержать для того чтобы хорошо подсохло растение и увидеть откуда идет сама проблема сама желтизна откуда отталкиваться и что в дальнейшем предпринимать в общем вот такая вот у нас картина на сегодня там видно даже на заднем плане корешок внутри этот цветонос я так чувствую что еще посидит помолчит какое-то время пока миссия так не отцветет ну и в дальнейшем тоже буду наблюдать и наверное стимулировать nb101 для наращивания корней но уже с поливом будем немножечко аккуратнее вести себя и естественно наблюдать за ним что в дальнейшем не было никаких неприятностей вот на этом я наверное хотела бы завершить показать и какой маленький видео обзор и отсчет перед лесей лес вот такой вот у нас растение на данный момент немножечко чуть чуть не мы его не потеряли но все так быстро произошло я уже делала все от расстройства все на автомате я уже так это сюда это сюда и уже как-то не думала просто все делала действительно на автоматически автоматически все это делала потому что наверное уже просто опыт сказывается что научена в этом деле как вести себя правильно с растениями немножечко уже как-то освоилась на данном этапе вот у нас еще корешочек виднеется так что все замечательно вот он решучек уходит туда углубь вот так что временные кстати чернота это древесный уголь наверное попал и немножечко так покрасил корешочек но на самом деле в принципе с растением все в порядке опять же таки повторюсь будем за ним наблюдать так как все равно даже в процессе цветения может выбракнуться растение любое неважно там природник гибрид обычная холинопсис или азиат все равно могут быть в процессе какие-то выборки у растения поэтому все равно мы держим руку на пульсе и за ним тщательно наблюдаем я не скажу что это реанимация но это было срочное спасение растения дабы его не потерять это была такая стадия проблемы скажем так в самом начале то есть мы вовремя кинулись вовремя заметили эту проблему и практически на начальной стадии это все как бы исправили есть конечно запущенные реанимашки которые все таки ну сказывается то что там запущена была корневая там или с листиками что-то было и то есть как-то ждали ждали долго долго все не знали как что предпринять ну на начальной стадии нашего развития архомании у нас было много конечно и потерь вот видите немножечко вот листик все таки видно тоже пытался проявить желтизну и как повреждение по листу пошло но еще раз повторяюсь что с растением все в порядке и уже дальше это все не распространяется вот такой вот у нас новенький листик наращивается вот я не скажу что растение сильно медленное но виду того что она сейчас собралась цвести она немножко в развитии листиков притормозилась так же как и с развитием нового цветоноса я думаю что в будущем еще мы увидим цветение и не только это но и следующий цветонос который новенький выдался ну а на данном этапе мы ждем развитие этих цветочков вот развитие вот этих бутончиков и будем наблюдать скором будущем явно я уже похвастаюсь цветением этой крохи это это малыша поскольку я очень-очень к нему привыкла самого-самого детства как говорится да не с моего детства с детства растения так как у меня первое было сильно крохотная 2 чуть-чуть подросшая но все равно было сильно маленьким и это уже 3 знаете как говорится 3 3 3 раз самый святой да на третий раз все равно рано или поздно получится если не получилось первого раза так что это растение перезаказано уже третий раз и я все-таки за него борюсь действительно уже настолько привыкла к этому сорту что очень очень уже принципиально хочется посмотреть само цветение само растение его дальнейшее развитие на этом все извините за затянутое видео потому что я люблю поговорить очень хочется с вами поговорить вот хотя бы не в прямом эфире хотя бы так пишите свои комментарии пишите вопросы на все вопросы отвечу либо же уже сделаю видеоотчет также ставьте лайки а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»